Турнир по футболу Лига гвардейцев Щелковское отделение молодой гвардии Единой России проводит с 2019 года. Во время пандемии состязания не проходили и вот после перерыва любители футбола вновь встретились на стадионе имени Озерова, чтобы побороться за трофей. В этом году впервые в турнире приняли участие команды соседних муниципалитетов. Так за победу сражались Фрязина, Лосина Петровский и, конечно, хозяева состязаний Щелкова. Мы стараемся вовлекать молодежь в спорт. Футбол очень популярен с каждым годом. Все больше и больше молодежи приходит в этот спорт. Поэтому мы стараемся нашу молодежь на этот спорт максимально привлекать. В следующем году мы планируем расширять турнир и уже провести на территории всего 127 округа. В финальной игре за первое место боролись хозяева и гости из Фрязина. Щелковцы открыли счет уже в начале первого тайма, играли с преимуществом, но потом немного расслабились. На перерыв команды ушли со счетом 2-1 в пользу Фрязина. Во второй половине игры гости явно вошли во вкус. Уже в начале тайма отправили в ворота Щелкова очередной мяч, но хозяева не растерялись и ответили голом. Что вызвало шум и овации болельщиков, которые в этот день активно поддерживали спортсменов. Но, похоже, удача в этот день все же была на стороне гостей. Итог игры 4-2. Однако самое главное – это любимая миллионами игра. То, что молодые люди с удовольствием выходят на футбольное поле. И этот турнир тому подтверждение. Идею его проведения поддержал глава округа Андрей Булгаков. В день состязаний руководитель муниципалитета поприветствовал спортсменов и болельщиков. И лично вручил награды победителю и призерам. Так главный трофей забрали фрязинцы почетное серебро у Щелкова. А бронза досталась Лосина Петровскому. В целом победила молодая гвардия. И я думаю, молодой гвардии всем нам надо похлопать. Ура! Благодарю за участие. Только вперед. Чемпиону, конечно, круто, Фрязина. Щелкова тоже благодарю. И Лосин Петровский. Главное участие и молодая гвардия. Спасибо. 2022-й знаменателен яркими спортивными событиями и датами. Вековой юбилей празднует Спартак. В декабре будет отмечаться 100 лет со дня рождения легендарного советского комментатора. Многократного чемпиона страны по теннису. Нашего земляка, чье имя носит этот стадион Николая Озерова. Уже этим летом планируется усовершенствовать вид спортивного объекта. На стадионе появится обновленный фасад. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok